Вот знаете, я так и думала, что Секрет Небес нас с вами затянет. Hello, друзья мои, добро пожаловать в Клуб Романтики. Мы продолжаем с вами проходить Секрет Небес. Мы пока что только на первом сезоне, у нас третья и четвертая серия сегодня по плану. И в третьей серии пора привыкнуть к новому месту и познать его прелести и тайны. Действительно, каждая серия заканчивается как-то необычно, с интересными поворотами. И у нашей главной героини появилось достаточно много заданий, которые мы с вами постараемся выполнить. Ну что, нажимаем кнопочку «Играть» и продолжаем нашу историю. Честно вам хочу сказать, у меня уже, ну, в предположениях есть один фаворит. Я не буду вам говорить, кто мне больше понравился. Спасибо, игра! Надо же обязательно сразу же громкую музыку включать. Глава третья. Тяжело в учении. Кто-то провел пальцем по моей щеке, затем по носу. Рука спустилась на ключицу и ловко-бестыдно забралась под одежду. О? Кто там уже? Мими? Она сидела на краю кровати рядом со мной. Разбудив меня, Мими улыбнулась и нагнулась чуть ближе. Первым делом в ее глаза бросился ее полупрозрачный лифчик и два розовых кружочка, соблазнительно выпирающих через тонкую ткань. На земле все такие, Сони. А который час? Время действовать. Она, играя, провела пальчиками вдоль моего тела и резким движением стянула одеяло. Мими, что ты делаешь? Не строй себе недотрогу, Кайли. У демонов с этим намного проще. Если они чего-то хотят, то просто берут. Она чуть раздвинула мне ноги, коснулась внутренней стороны бедра и вдруг помелела, наблюдая за мной. Я все смотрела, как ты спишь. И слишком увлеклась. И поняла, что не хочу просто наблюдать, а хочу трогать. А как же запрет? А, запрет. Ты знаешь, почему его ввели? Нет. Из-за детей, глупышка. Никто нам ничего не сделает. Ее пальцы коснулись моих трусиков, и я вздрогнула. Тянула воздух сквозь зубы. Ты сейчас сделала это от страха или от желания? Она чуть устранилась, показывая, что не хочет давить на меня. Это... Вау! Мы сейчас можем с ней еще завести роман? Слушайте, ну... Давайте скажем от желания. Посмотрим, что у нас тут будет. Даже интересно. То есть нам тут предлагают абсолютно разные истории, разные варианты. Ох, игра, ну спасибо тебе большое, что ты так долго думаешь. У меня складывается впечатление, что... Вот она прям понимает, что... Наша Кайли пока еще не может выбрать какой-то вариант. То есть... Демоны, ангелы. И... Мими решила действовать. Мими не нужно было повторять дважды. Она оседлала меня и притянула к себе. О-о-о... Это какой у нас день в школе? Сонливость, которая еще ломала меня, исчезла без следа. Сердце колотилось где-то в горле. Я чувствовала дыхание Мими, как ее руки ловко снимают с меня ночнушку. Одна лямка, затем вторая. И вот ткань, едва зацепившись за соски, упала вниз. Мими оглядела меня жадно с каким-то животным желанием. Ты еще долго смотреть будешь? Подожди, ты с меня ничего еще не стянула! Но нет. Ее губы впились в мою грудь. Ах, сказала Кайли. Я застонала и откинулась на подушки. Губы Мими быстро опустились вниз, вынуждая меня выгнуться от наслаждения. Простыня вся смялась от моих метаний. Мими поднялась и поцеловала меня в губы. Но очень скоро поцелуи перешли в покусывание. Страсть разгоралась, ей не было предела. Я зашептала Мими на ухо все, что приходило на ум. Провела дорожку из поцелуев по ее телу. На кончике языка остался вкус ее шеи. К черту все, иди сюда. Мими подмяла меня под себя и начала двигаться. И все, что нужно было, это лишь ее близость. И такая, что ближе некуда. Ну, сказала Кайли. Да, сказала Мими. Интересно, может это сон? Вот было бы смешно, если бы это был сон. Мими упала на подушке рядом со мной. Пару минут мы пытались отдышаться. Вообще классно было бы такую подружку иметь. Потом она резко встала, прошлась по комнате, голая, не скрывая, что наслаждается моей заинтересованностью. Неспешно надела белье. Спасибо за хорошее утро. У нас есть с ней отношения, у нас со всеми улучшаются отношения. Она долго смотрела на меня. Вдруг она показалась мне маленькой девочкой, которой не хватало ласки. И тебе спасибо. Мими раскрыла шкаф и бросила в меня одежду. Собирайся. Куда? Из-за того, что демоны гордые и неприветливые, ангелы чаще вербуют к себе непризнанных. Не хочу, чтобы ты стала одной из них. Но если ты оденешься как монашка, вряд ли демоны захотят с тобой даже разговаривать. Подождите, мы же уже выбрали путь ангела. Дерзкая, как дьяволица. Вот начинается. А на зависть ост... Ооо. Вот это неплохо. Черная мантия. Ну, знаете, самое интересное, что эти наряды зачастую бесплатные. Выглядят получше, чем вот эти платные. Дерзкая, как дьяволица. Мне кажется, что лучше красный вариант выберем. Если мы собираемся идти по пути ангела, то как бы хочется что-то более нейтральное, что ли. Возьмем вот этот вариант. Но фиолетовые крылья я бы какие-то... Белые бы, наверное, выбрала все-таки. И куда мы идем? Мими повернулась с оговорческой улыбкой. Увидишь. Надеюсь, сейчас наш имидж на что-то повлияет. Несколько демонов, скучающе, сидели на горгульях и смотрели вниз. Ему не надоело. Какой-то раз за сегодня. Второй. И еще летит? Мда. Все раскрыл. Энди опять прыгает. Мими подошла к краю и бесстрашно оглядела пропасть под собой. Эти непризнанные. Кто их поймет? Сосед толкнул его в бок и кивнул в мою сторону. Ооо, мы тебя заждались. Меня зовут Адди. Сэмми. На крыше оказались еще и дюжина демонов и несколько ангелов, которые, услышав мое имя, начали люкать и свистеть. Что происходит? Адди и Сэмми стали кружить вокруг меня. Их крылья подрагивали и чуть раскрывались, будто в нетерпении. Новенькая попалась в сети, но хватит ли у нее смелости выбраться из них? Он прокричал это словно мотивационную речь. И остальные взревели ему, поддакивая. Прости, что не предупредила. Это была моя обязанность, как соседки. Не предупредила о чем? Все это начало меня беспокоить. И я попятилась от края крыши, подсознательно догадываясь, чего от меня хотят. Наверное, чтобы она полетела. Кто-то позади ловко приземлился на кровлю. Я тут же обернулась. Энди? Ее вы тоже позвали. Она что особенная? Пройдет, как и остальные. Мимик коснулась моего плеча. Стала сзади меня так, чтобы я ее не видела, но слышала и заговорила. Это традиция, понимаешь? Все непризнанные еще до того, как научатся летать, должны прыгнуть с крыши. И как можно дольше не раскрывать крылья, лишь только, когда станет слишком страшно. А если не успеть, ты не умрешь. Но будет так больно, что ты пожалеешь, что не умерла. Я тяжело сглотнула. Первым порывом было бежать, вторым расплакаться. В итоге я рассмеялась. Вы больные. Развлекаемся, как можем. Ну-ка, поддержим непризнанную. Все закричали в каком-то перевозбужденном экстазе. Я поняла, что для них это игра и очередное развлечение. Они не воспринимают непризнанных как живых существ. Мы для них биомусор похожи на них. Плевать, что они подумают. Раскрывай крылья, как только прыгнешь. Ты тоже так делал? Не сравнивай себя со мной. Я получаю от этого кайф. Я прыгаю почти каждый день. И каждый раз снижаю дистанцию. Однажды я доиграюсь, но это мой наркотик. А ты не наркоманка. Все, все, хватит совещаний. Из толпы начали кричать. Вперед, ну же, она струсит, да прыгай уже. И что же, ты прыгнешь или нет? Я прыгаю. Примем вызов. Со всех сторон донеслось протяжное. Еее. Вот это я понимаю. Покажи им, Кайли. Я подошла к краю, посмотрела вниз. Если я не успею раскрыть крылья, то располостаюсь прямо на дворике. Оттуда он казался крошечным кругом, где туда-сюда сноют неповоротливые точки вместо людей. Я сглотнула комок в горле, расправила и снова сложила крылья. Не бойся. Второй раз не умирают. Спасибо за поддержку. Я криво улыбнулась, пытаясь скрыть неконтролируемое волнение. Не получилось. Давайте поддержим непризнанную. Прыгай, прыгай. Все начали кричать, свистеть, подниматься высоко в небо, наблюдая зону сверху вниз и снова опускаясь на крышу. Ну все, сейчас или никогда. Аж страшно, как-то и я прыгнула. Так, раскрыть. Давай не будем пока раскрывать. Мне кажется, едва я почувствовала, как падаю, с груди вырвался крик. Но я заставила себя умолкнуть. Я не противилась страху. Но я не поддавалась ему. Как понять, когда раскрывать? Давай-ка еще раз не раскрывать. Я порывалась раскрыть крылья из-за навязчивого чувства, что земля слишком близко. И все же держала крылья сложенными. Может, пора? Давайте еще раз попробуем, третий раз. Земля все приближалась, но я не спешила. А когда поняла, что она совсем близко... Нет, нет, нет. Хлопок, удар и боль, от которой никуда... Я так и хотела на третий раз раскрыть, но мне казалось, что, может быть, нам еще чуть-чуть дадут времени. Хлопок, удар и боль, от которой никуда не скрыться. Такая боль, которую я никогда прежде не испытывала. Что же я наделала? Заново начнем, что ли? Ты не успела раскрыть... А, ну попробуй еще раз. Нет, не раскрывать. Земля все приближалась. Еще не раскрывать. А, в смысле? То есть нам еще раз надо? Хорошо, давай еще раз. То есть это нам сразу же с последней ступеньки. Ну, раскрывай, давай. Земля стремительно приближалась и тянуть больше не было смысла. Взмах, крылья разрезали воздух и коротко, но быстро захлопали, удерживая меня на весу. Под ногами оставалось метров десять. Кайли! Энди словно в воду нырнул вниз, схватил меня за талию и помог подняться. Доиграются эти чуваки. Эй, ты! Оторва! Эти непризнанные уже совсем поехавшие в последнее время. Эй, подержим девочку, вы видели, что она вытворяла? И все присутствующие заревели, засвистели, кто-то победно закружился в воздухе. А, ты молодец, правда. Руки Энди сжались на моей талии. Толпа понемногу начала расходиться. Ади и Сэмми сели прямо на кровлю. Мия пристроилась рядом и похлопала рядом с собой. Я села напротив них. Энди последовал моему примеру. Мы придумали это посвящение, чтобы поближе познакомиться с непризнанными. Все же кто-то из них однажды станет ангелом или демоном. У тебя есть все шансы стать одной из нас. Как и одной из нас. Три точки. Мими вдруг замерла, к чему-то прислушиваясь. Сейчас урок с Геральдом. Чур, прыгаем отсюда. Они вскочили и пробежали по крыше и бросились вниз. Послышался шорох их крыльев. Мы с Энди остались наедине. Спускаться долго. Я могу тебе помочь. Как? Покраснел, умолкнув, но набрался смелости и сказал. На руках. Это мило. Ну, было бы здорово. Правда? Я рассмеялась. А почему бы и нет? Мы встали и немного смущенно пытались принять нужную позу. Если позволишь. Энди чуть нагнулся и поднял меня. Он крепко прижал меня к себе. Я почувствовала дыхание Энди на своей шее и задрожала. Тебе холодно? Нет. Энди подошел к краю и расправил крылья. Вблизи они казались еще красивее. Хотелось потрогать их, но я не решилась. А затем толчок, и мы плавно, но достаточно быстро начали спускаться вниз. Энди сосредоточенно и умело управлял потоком воздуха. На мгновение возник соблазн провести рукой по его скулам и нахмуренным бровям. Мысли бегут, словно таракашки. За ними не угнаться, не приструнить. Ну, я не знаю, с ним строить еще роман, если такая будет возможность. Это будет, по-моему, перегиб. Как только под ногами оказалась опора, я с облегчением вздохнула. Энди не спеша, явно нехотя, убрал руки с моей талии. Спасибо. Три точки. Геральт стоял, сцепив руки за спиной. Ой-ой. Перед ними выстроились в ряд демоны, ангелы и непризнанные. Он обернулся к нам, посмотрел на крышу и злобно усмехнулся. Вы снова этим занимались. Его голос прогремировал неожиданно грозно. Недовольный взгляд прошелся по каждому из нас и остановился на мне. Ты новенькая, но успела себя хорошо зарекомендовать. Уверен, ты неплохая девочка. И все же будь осторожна в своих действиях. Демоны и даже некоторые ангелы могут подбивать тебя на разные поступки. Не все из них будут к лучшему для тебя. Хоть школа и не находится в небесах, это не рай. Ты меня поняла? Да. Мне стало не по себе от его слов, но Энди меня подбодрил. Знаешь, когда меня застукали за этим делом, мне казалось, Геральт меня убьет. Не знаю, чем ты заслужила его снисхождение, но это здорово. Геральт подождал, пока мы встанем на место и заговорил. На этом уроке у нас будет обмен энергиями, чтобы вы в будущем могли по энергетике понять, кто перед вами, даже если его облик будет сокрыт. Облик можно скрывать? Конечно. Можно притвориться человеком или поменять вид крыльев. Правда, на время. Геральт подошел чуть ближе, протянул ко мне руку совсем близко. Глаза врут. Не врут чувства. Ты прикоснулся к моему животу. Три точки. Я почувствовала, как что-то сильное, большое и светлое озаряет меня. Это и есть энергия. У каждого она своя, как отпечаток пальца. Геральт отстранился, прошел вдоль ряда и, вернувшись на место, снова замер. По энергии вы можете понять, какому рангу принадлежит ангел или демон. Кто перечислят их? Кто-то поднял руку. Из-за голов мелькнули тонкие изящные пальчики. Ости, прошу. Ох. Иерархия ангелов и демонов идентична. Мы с вами находимся в начале этой цепи. Она посмотрела на меня и Энди. Не считая непризнанных, они даже до этого не дотягивают. После ангелов и демонов идут архангелы и архидемоны. Далее следуют престолы, господство, начало, власть и силы, воинство, века. Каждый последующий в ранге властвует над теми, кто ниже. Они управляют адом и раем, следят за мировым порядком. На вершине цепи находятся Херувимы и Серафимы. Выше них только Шеффа. Сердце ушло в пятки при упоминании последнего ранга. Точно, нам же сказали, что мать нашей Кайли... Серафима. Ты знаешь, кто такие Серафимы? Выше ангелы. Именно, они наиболее приближены к Шеффа. Кайли, твоя мать Серафим. Ага, вот видите, они нам сказали, что среди них нет непризнанных. Но что было дальше, мы так и не узнали. Мама, как же ей удалось? Все верно, Ости. Скорее всего, вы никогда не увидите кого-то, кто стоит выше архангелов и архидемонов. Но мне же можно будет увидеть маму? Не может же быть, чтобы не позволили. Если, конечно, ваш отец не сатана. Слева от меня начали смеяться, кто-то дернулся, и я мельком заметила Люцифера. Он смотрел на Геральда с усмешкой, но без тени самодовольства. Три точки. Интересно, каково это быть сыном дьявола? По энергии вы должны будете понять, насколько силен ангел или демон перед вами. Это важно и, возможно, стоит... может стоить вам жизни. На нас могут напасть? Как у вас говорят, готовься к худшему, надейся на лучшее. Вы должны уметь бороться, даже если это не понадобится. Теперь я хочу, чтобы вы прочувствовали энергию друг друга. Встаньте друг напротив друга, прикоснитесь к тому, кто стоит перед вами. Можете обняться. А целоваться можно? Так уже быть, вам с Эмми разрешено. Демоны рассмеялись, на что Адди вышел вперед. Думаете слабо? Иди сюда. Три точки. Они подошли друг к другу и слились в поцелуи. Ого! Они... Ну да, есть какие-то проблемы? Нет, просто неожиданно. Интересно. Несмотря на то, что вы одного пола, не значит, что вы можете игнорировать запрет. Не нарывайтесь. Это только для задания. Ну конечно. Прекратите этот цирк. Изучайте энергию друг друга. Пару минут, потом меняйтесь. Даже интересно, кого мы сейчас будем изучать. Напротив меня встала Мими. Она протянула руку и сплела наши пальцы. Я почувствовала слабый, но резкий толчок энергии. На вкус энергетика Мими была словно кислая малина. Она вид красная. Этот красный цвет на несколько секунд и слепил меня вспышкой. Ее энергия мне уже... Знакома. По лицу Мими я поняла, что она думает о том же. Мими сжала мою руку, облизнула губы и подмигнула мне. Три точки. Три точки. В следующем встал Ади. Но он дурачился и не давал спокойно считать его. В итоге я разнервничалась и смотрела в пол. Когда передо мной замерли чьи-то ботинки. Я подняла глаза. Ну да, конечно. А кто же еще? Три точки. Люцифер протянул обе руки, взял меня за талию и немного грубо притянул к себе. Воу. Он даже не смотрел мне в глаза и был полностью сосредоточен на моей энергии. Три точки. Я последовала его примеру. Сила, которую я не ожидала почувствовать, вдруг наполнила все мое тело. И будто бы чуть не разорвала его. Ни один человек не мог бы удержать себе такую мощь. Но она окрылась в этом демоне. Сыне сатаны. И Люцифер владел этой силой и не кичился ею. Он был ужасно силен, возможно сильнее Геральда. Но воспринимал это спокойно. Когда настало время меняться, Люцифер также грубо оттолкнул меня. Я так понимаю, что знаете, он тут местный такой вот будет ловелас, и скорее всего все девочки будут бегать за ним. Но не могу сказать, что я от него в восторге. На данный момент, по крайней мере. Что он себе позволяет? Я возмущусь. Я не мешок, чтобы со мной так обращались. Понятно. Люцифер замер, посмотрел на меня с изогнутой в удивлении бровью и отвернулся. Не сомневаюсь. Три точки. Я чуть отстранилась от Люцифера и стукнулась обо что-то головой. Оу. Хотела отойти, но меня схватили за шиворот. А? Немезида! Я повернулась насколько могла и взгвизгнула, увидев, что меня удерживает статуя. Шержм... Шермакшунда... Даоним. Чего? Она двигалась и качала головой. Хоть и немного ломана, но... Она ожила. Что происходит? Немезида, отпусти ее! Шертера-та-та-та-та-шера-та-та-та-прафа-прафа. Прафабунда или чего там. Она повернулась влево, затем вправо, посмотрела на небо, будто хотела там что-то разглядеть. Шепфамал. Демоны и ангелы раступились, пропуская Дина. Он подошел быстро и решительно приподнял меня и чуть дернул, понуждая статую разжать пальцы. Почему она заговорила? Я не знаю. Геральт подошел к Немезиде, коснулся ее плечи и опустил голову. А вы продолжайте урок. Он что-то зашептал, и статуя начала часто мотать головой, словно не хотела, снова каменеть. Но Геральт сильнее сжал ее плечи, и статуя стала двигаться все тяжелее, пока окончательно не замерла. Ну, ты готова? Что? Изучить мою энергию? А, да. Дина подошел совсем вплотную, обнял и опустил подбородок ко мне на голову. Сначала я почувствовала тепло, но это было простое тепло мужского тела. Пока не стало вырисовываться нечто другое. Какой-то стержень. Огромный потенциал и сила. Ты точно о том думаешь, моя дорогая? И эта сила отличалась от Люцифера. Он был рожден с ней и относился к ней пренебрежительно. Дина же выращивал ее в себе, тренировал и развивал. Он не был силен от рождения, но явно хотел это исправить. Дина медленно отстранился от меня. Понял что-то? Непризнанных тяжело прочесть. По ощущениям, вы как простые смертные, но если очень присмотреться, где-то там, на задворках, чувствуется потенциал. Звучит не очень. Три точки. Геральт отошел от статуи и обратился к нам, но его взгляд неизменно возвращался на застывшую Немезиду. Теперь я разделю вас на команды. Вы должны будете изучить друг друга настолько, чтобы через час смогли узнать, где находится член вашей команды только по его энергии. А с кем нас поставят? Геральт начал называть имена и вскоре дошел до меня. Кали-ми-ми-ади-сэ-ми-энди. Мы отделились от остальных и стали полукругом. Предлагаю пойти на наше место. Ваше место? Плачущим девам. Ты мне вот сейчас совсем не помогла. Туда нужно лететь. Ничего, Кайли научится. Ты научилась еще до занятий по летанию. Ну все, решили. Чего время тратим? Ты сама полетишь или мне тебя подбросить? Я полечу сама, я думаю. Ты уверена? Она не маленькая девочка, Энди. Взмах, взмах, взмах. На земле остались только мы с Энди. Он бросил на меня сочувствующий взгляд и поднялся в воздух. Я буду недалеко от тебя. Старайся не отставать. Почему меня не научили этому, как только я сюда попала? Ладно, ничего сложного. Просто махать крыльями. Сначала совсем слабо, но затем более уверенно я взмахнула крыльями и сразу поднялась в воздух. О-оу. Сложнее всего было удержать равновесие. Я летела не то боком, то задом. Ударялась о каждое препятствие. Мими с демонами уже скрылись где-то впереди. Энди прилетал несколько метров и останавливался подождать меня. Так мы полетели мимо башен школы и опустились в грот. Какой грот? Куда нас уже занесло? Воу. Приземление было жестким. Я потеряла равновесие и прокатилась коленками по земле. Упала ничком. Энди помог мне подняться, а демоны зааплодировали. Это было смело. Что это за место? Много лет назад ниши демоны и ангелы молились здесь шепфа. Но по поверимой однажды сюда пришла молиться женщина. И молилась она не о ком-то, о ком не должна была. Ай, молилась она о ком-то, о ком не должна была. Она залила слезами бассейн. После этого статуи тоже начали плакать. Каждый раз наполняя бассейн новыми слезами. Это место стали считать местом боли. Я поднялась по полуразрушенным ступенькам. Заглянула в свое отражение в воде. Я могу? Попробуй. Осторожно запустила руку в воду и медленно махнула в одну сторону, затем в другую. Рябь прошлась по всей поверхности. Вытащила руку и облизнула палец. На вкус и правда как слезы. Как ты думала, мы шутки шутим. Как будем привыкать к энергии? Мы раньше этого не делали. Ади прыгнул на выступ и сел, подобрав под себя ноги. Самый лучший способ узнать энергии, это увидеть ее в разных состояниях. Ну и что ты имеешь ввиду? Мы должны вывести друг друга на эмоции. Смущение, радость, злость, возбуждение. Кстати, запоминайте прямо сейчас. Ади. Три точки. И что нам теперь, злить друг друга? Ади спрыгнул и начал расхаживать мимо нас. Есть идея получше. Сыграем в Агат. Ну уж нет. Что такое в Агат? Игра падших. Перепивших глифта. Трезвее в нее, тоже интересно играть. Какие правила? Знала ли ты, милая Кали, что единственная вещь, которую менять не может даже сам Шепфа, это глаза? В них заключена душа. Но это ты уже точно знаешь. По правилам игры, ты должен прочесть в глазах прошлое другого игрока. Если это что-то важное, игрок выполняет желание. А если нет, желание выполняешь ты. По-моему, звучит неплохо. Ади хлопнул в ладоши. Отлично, я начинаю. Подошел ко мне, положил руки мне на щеки, чтобы я не могла отвернуться, и стал вглядываться в зрачки. Так, вижу Мисселину. Она сказала тебе что-то важное, что-то, что тебя взволновало. Согласится. Все верно. Она сказала, что моя мама Серафим. Все переглянулись, но никак не прокомментировали мои слова. Вы чувствуете ее энергию? Как она взволнована? Ты должна ему желание. Ну, хорошо какое. Я добрый демон. Люблю страсти. Поцелуй кого-нибудь из нас на свое усмотрение. О-оу. Даже тебя и Сэмми? А почему нет? Мими, Энди. Ага, то есть их за кристаллы. А этих двоих просто так. Ну, Энди, мне кажется, как-то, наверное, неловко. Может быть, Мими, учитывая, что... Ну, у нас с ней уже есть прошлое. Слушайте, я не знаю. То есть, как бы, Энди к нам очень хорошо относится. Но у него, как бы, есть девушка, которая ему нравится. Точнее, которой он нравится. И, может быть, лучше тогда Мими, раз у нас с ней такое вот утро было приятное. Поехали. Я подошла к Мими. Она улыбнулась мне, подбадривая. В то же время взгляд ее был хищный, заигрывающий, от которого Мими бросила в жар. Три точки. Три точки. Я коснулась губами ее губ, раздвинула их. Но повременила, ожидая, что Мими сама проявит инициативу. Она будто специально замерла, чтобы я все делала за нее. Тогда я укусила ее за Гугу, притянула к себе. И стала целовать так, будто никого, кроме нас, не было. Несколько долгих мгновений Мими не поддавалась. Но не выдержала и ответила мне с такой же страстью. Отличная школа у нас тут. Это было... горячо. Все оттенки твоей энергии мы запомнили. Давайте дальше. Следующие полчаса мы пытались увидеть в глазах друг друга самые волнующие или пикантные моменты из жизни. Отовсюду только и слышались возбужденные выкрики. Адди, ты под девочком тоже? А что, не видно? Окей. Мими, ты влюблена в Люцифера? Она вспыхнула и умолкла, а потом отрезала. Нет. Тогда почему ты на него постоянно смотришь? В твоих глазах так четко отпечатался его образ. Адди закашлял, незаметно стукнул Сэмми. Заткнись, это неправда. А где Люция, где я? Мне даже по рангу не дозволено. Мими посмотрела на меня, словно извиняясь. Она будто испугалась, что это оттолкнет меня. Это неправда. Сэмми, ты проиграл. Чего? Понятно же, что... Он посмотрел на выражение лица Мими и замолчал. Да, я проиграл, Мими. Загадывай желание. Она немного нервно поправила одежду и волосы и сказала. Укради что-то у ангела Фенсио. Прямо из его кабинета. Чего? Ты специально наказываешь меня за правду? Выполняй. Если меня поймают, мне будет крышка. Как тяжело дружить с демонами, правда? Какая же ты стерва, Мими. Она послала ему воздушный поцелуй. Три точки. Останьте, может поменяем желание? Нет. Хорошо. Сэмми провел рукой по лицу, точно пытался стереть себя волнение. Будь осторожен. Он протянул руку и они сплели пальцы. Я справлюсь. Одним сильным взмахом крыльев Сэмми поднялся высоко в небо и скрылся между скалами. Запомнили его энергию? Ее сложно было не запомнить. Настала неловкая пауза. Мими чистила перья, проводя пальцами между ними, словно расчесывала. Она избегала смотреть нам в глаза. Интересно, тут был какой-то подвох, что ли? Когда мы услышали, как возвращается Сэмми, то все оживились. Стали вглядываться в небо. Получилось? Сэмми приземлился и поправил злохмаченные волосы. Ну, не томи. Вместо ответа он достал что-то из кармана и кинул в Мими. Она поймала это и стала скептически рассматривать. Переводчик? Ты специально взял то, чем фенция не дорожит. Я что, по-твоему, суицидник? Конечно, я взял самый бессмысленный предмет. В уговоре не было сказано, что я должен брать что-то ценное. Ими пожала плечами. Ну, ладно. Дай посмотреть. Держи. Ну и что там? А, таинственный предмет. Я думала, книга какая-нибудь. Я повертела его в руках. Он напоминал карликовый граммофон, да. Именность что он переводит? Все что угодно. Например. А, вот эти, кстати, да, статуи. Что происходит? Не мезведа, отпусти ее. Фарша-шаша-парф-бавониум. А, вот оно, что она говорила. На каком языке говорила статуя немезиды? На древнеангельском. Вы его знаете? Нет, он уже давно не используется. Когда ангелы и демоны стали идти бок о бок с людьми, они начали принимать человеческие диалекты. Все смешалось, и тогда серафимы наложили на райад так называемую языковую пелену. Да, теперь люди, очутившись здесь, начинают говорить на общепринятом языке ангелов и демонов. И даже не замечают этого. Точно. То же самое выходит и у нас, когда мы оказываемся на земле. Сейчас древнеангельские сроды латыни. Вымерший язык. Этот переводчик смог бы перевести то, о чем говорила немезида? Возможно. Только зачем тебе? Вдруг она сказала что-то важное? Это вряд ли. Статуи обычно говорят всякую бессмыслицу. Ну, я все-таки попробую, конечно. Ази пожал плечами. Попробуй. Нам уже нужно выдвигаться. Согласен. Полет обратно прошел без происшествий. У нас же сейчас должен быть итог урока. На месте еще никого не было. А где все? Геральт всегда опаздывает. Да и по времени у нас. В запасе осталось 10 минут. Тогда, пока никого нет, я достала из кармана переводчик. Как им пользоваться? Приложи к ее рту, будто это рупор. Я встала на носочки и потянулась к голове немезиды. Но статуя была слишком высокой. Тогда Энди, я так и думала, что нас сейчас приподнимет. Меня приподнял. Три точки. Достала? Да, сейчас. Я вытянула руку, насколько могла. Как только переводчик коснулся ее каменных губ, невизида замотала головой. Ее белесые зрачки неповоротливо оглядели небо и двор, а затем остановились на мне. Некоторое время она всматривалась в мое лицо. Наконец, ее губы разомкнулись, и раздался какой-то загробный, отдающий эхом голос. Грядут перемены. День не может длиться вечно, но ночь будет страшна и безжалостна. У погибели твоей один глаз голубой, а другой красный. Он придет и отберет у вас покой. И заполнит он бассейн и кровью и слезами. Что было однажды, то будет и дважды. Она отвернулась и приняла прежнюю позу, и замерла, будто никогда и не двигалась. Что это сейчас было? Энди опустил меня. Не знаю, но это не к добру. Обычно они несут несвязанный бред. По-моему, сейчас все было очень даже связано. Мы все тревожно переглянулись. Послышались торопливые шаги. У входа в школу показался Геральт. Он спустился по лестницам, злохмоченный и немного запыхавшись. За ним вереницей шли остальные ангелы и демоны. Вы уже здесь? Отлично. Встаньте все в несколько рядов. Он протянул мне руку. Кайли, встань здесь, по центру, вот так. И повернись спиной, чтобы не видеть, кто где стоит. Сейчас я буду называть имена, а ты будешь должна определить, где находится тот, кого я назову. Не глядя, ориентируйся только по его энергии, поняла? Упс. А как мы это сделаем? Итак, где находится Энди? Я успела привыкнуть к нему, к его запаху и телу. Отличить ту самую энергию от десятка чужих было совсем несложно. Второй справа. Третий ряд. Замечательно. Что насчет Мими? Благодаря хорошим отношениям, Сэнди, ты узнала его энергию. Энергия Мими была очень хорошо мне знакома. Едва я не подумала, как почувствовала на губах кислый привкус малины. Одно воспоминание о ее вкусе заставило мои щеки залиться румянцем. Первый ряд. Первая слева. Молодец. Теперь Сэмми. Он... Я даже не знаю. В четвертом. Наверное, в четвертом второй справа. Тут рандом. А, очень хорошо. Остался Ади. Во втором посередине. Наверное, во втором посередине, что ли? Неверно. Ты отлично справилась, Кайли. Если так пойдет и дальше, уверен, ты нас еще удивишь. Ну, ошиблись немножко. Три точки. Хорошо. Справляемся потихоньку. Геральт начал подзывать следующих подопытных и проверять их. Скучающе. Я скучающе стояла среди остальных. Думала обо всем, что сказал Геральт. И о загадочных словах статуи. Вдруг в небе раздался оглушительный крик. Все вскинули голову и стали наблюдать за пустым небом. Это Чайка? Не может быть. Крик повторился и стал пронзительнее и дольше. И вот из-за башен школы мелькнула маленькая белая тельца. Это Чайка! Мими закрыла рот руками, как от сильного шока. В чем дело? Чайка и Чайка. Ты не понимаешь. Чайка появляется над школой только когда должно случиться что-то ужасное. Она черный предвестник. У всех на лице застыло выражение мрачного ожидания. Но крики продолжились и вскоре удвоились. Кто-то крикнул. Смотрите, еще Чайка! Небо заполнили крикливые птицы. С каждой секундой становилось все больше и больше, пока не осталось ни одного просвета. Шеппа просвети! Пам-пам-пам. Раздались крики и визги. Одна из-за другим Чайки начали замертво падать. Все в школу, живо! А, Геральт явно был напуган. Глядя на его взволнованное лицо, я поняла, что прежде такого не бывало. И что падающие за мертвой Чайки предвестники не просто чего-то плохого, а чего-то поистине ужасного. Ноги уже забежали внутрь, но я замешкалась, зачарованно глядя на ужасающее черное от тел неба. Среди маленьких птиц стало вдруг вырисовываться нечто другое. Большое, тяжелое, явно живое. Оно направлялось прямо к нам. Что там уже такое? Это Субандра! Кто? Это еще кто такая? А? Кайли, беги! Я попятилась, споткнулась о ступеньку позади меня. Все смотрело, как полумное в лицо странного существа. Чувство самосохранения победило бесконтрольную панику, я вскочила, собираясь бежать внутрь. Но странная птица успела долететь, схватить меня за шкирку и отбросить в сторону на несколько метров. Бам! Я ударилась головой о бетон. Птица тут же набросилась на меня и села сверху. Что-то это какая-то не птица, это какой-то цветок хреновый. Она качнула мордой, да отпрянула. Что она делает? Не двигаться, не двигаться. Давайте попробуем перекатиться. Субандра еще сильнее отпрянула от меня и вдруг резко нагнулась. Ее рот раскрылся, обнажая несколько рядов острых зубов. А затылок распустился, словно бутон розы. Жговорю, хреновый цветок. Я резко перекатилась в сторону. Зубы Субандры врезались в землю. Кайли, закрой глаза! Геральт залетел вверх, сложил руки и как бы оттолкнул ими воздух. Поток силы врезался в бетон. Взрыхлил его, заставляя что-то подниматься. Из глубины. Куски травы полетели во все стороны. Ооо! Я отвернулась и закрыла лицо руками. Птица, видимо, слезла с меня, потому что стало легче. Я открыла глаза и увидела, как красные, будто окровавленные корни небывалого растения сжимают Субандру. Жесть какая! Слушайте, как-то прям страшно становится. Она закричала истошно, визгливо. Голова ее снова раскрылась, как бутон, и вдруг лопнула, словно шарик. Геральт подошел ко мне и протянул руку. Невозможно! Что это? Субандра, эти птицы живут в гроте, питаются плесенью, несчастными ангелами и демонами, которые попадают к ним в капкан. Но Субандры слепы и боятся солнечного света. Они никогда, никогда прежде не улетали так далеко от своих гнезд. Геральт обернулся на труп Субандры. Все остальные тоже верили взгляд на странное существо, которое даже мертвым очень пугало их. И, как бы говорила, все изменилось. Что изменилось? Подождите, нельзя так быстро обрывать серию. Слушайте, ну блин, затягивает. Зараза, затягивает, согласитесь. Интересно, что будет дальше, какие тут будут дальше приключения. Поэтому я думаю, что нам стоит с вами сейчас пройти еще и четвертую серию. То раз уж мы с вами и так вот как-то потихонечку движемся. Ну, у нас Ангел 6 и Слава 5. Мне кажется, это здорово. Давайте смотреть, что у нас в четвертой серии. И его имя написали на стене. И теперь оно на устах у всех. Какое имя? О чем идет речь? Ну ладно, сейчас узнаем. Поехали дальше. Ну-ка. Вот затягивает. Слушайте, я реально не думала, что Секрет Небес такой интересный. Ну, по крайней мере, пока что реально интересный. Ну-ка. Мальбон, ты кто ты? Действительно, кто ты? Мими раздраженно ходила туда-сюда. Я уже 10 минут тебя жду. Ты готова или нет? Вещи летели на кровать, на пол, в сторону Мими. Какие вещи? Что мы уже собираемся делать? Только давайте без очередной глупости. Еще секунду. Опять переодеваться. Крылатый топ. Действительно, что же надеть? У нас такая беда. На нас растения нападают. Что же мне надеть? Кстати, крылатый топ неплохо выглядит. Золотой феникс. Ну, золотой феникс, мне кажется, это уже какой-то перебор. Нежное платье. Давайте возьмем крылатый топ, пусть будет. Неплохо выглядит, по крайней мере. Ну, пойдем. Куда мы с вами сейчас собираемся? Ну, что там? Уже готово? Ах, какая ты капуша. Ну, извините, пожалуйста. Я не хотела копаться долго. Я с виноватой улыбкой прошла мимо. Недовольный Мими и выскочила в коридор. На урок, небось, собиралась? Какой-то ангел задел меня плечом и пробежав мимо. У неба, тот и там пролетали учителя с беспокойством, заглядывая в окна. В школе настоящий переполох. Я еще не видел здесь такой паники. Неужели это так серьезно? Может, чайки подхватили какой-то вирус, а Суба... Как там ее? Субантра. Субантру что-то испугала, и она сбежала из своего гнезда? Может, и тут нет никакого дурного предзнаменования? Мими странно оглянулась на меня и покачала головой. Это тебе не земля. Здесь все иначе. Окей. У стены столпились ангелы и демоны. Что там? Мими схватила меня за руку и потянула за собой. Несколько ударов в ребра, мешающим зевакам, и нам удалось протиснуться. Воу! Мими сжала мое запястье и тут же повела в сторону кабинета. Несколько секунд я пыталась переварить увиденное. Красной краской на всю стену было написано чье-то имя. Я не успела разобрать, что конкретно там написали, но Мими сразу поняла и была явно этим взбудоражена. Что там? Ерунда, кто-то пытается нас напугать. Ну что ж там было написано-то, ну? Энди молча последовал за нами. Спасибо, все понятно. Геральт стоял спиной к нам и смотрел в окно, что-то напряженно высматривая в небе. Не оборачиваясь, демон понял, кто зашел в кабинет. Теперь, когда все в сборе, я хотела бы дать объявление. Энди? Лорах похлопала рядом с собой и мило улыбнулась. Вы сели рядом с ней шепотом. Геральт сегодня не в духе. Как вы все знаете, вчера произошел инцидент. По школе уже повалзли слухи об Акалипсисе и... Мальбонте. Все разом зашептались и шепот быстро перешел в неконтролируемый гул. Геральт обернулся, раскрыл и сложил крылья резким нервным движением. Тишина! Сегодня мы спустимся на факультет демонов. Так как у нас урок мифологии, я расскажу вам о том, о чем вы шепчетесь. И вы поймете, что это всего лишь миф и не стоит разводить панику. А что здесь делают ангелы? Ангелы полетят с нами. Зачем? Нам не место в аду. Услышав голос Дина, я обернулась. Он встретил мой взгляд, но тут же снова посмотрел на Геральта. Мы полетим на факультет ада. Это такая же нейтральная территория, как и школа, в которой мы сейчас находимся. И я уже объяснил, зачем. Кто-то коснулся моего плеча. Эй, непризнанная. Привет, Сэмми. Ты когда-нибудь была внизу? Нет. Глаза ангела сверкнули, а не с Ази заговорчески переглянулись. Это будет призабавно. О чем вы? Кайли, тебе не интересно? Ну я не буду, наверное, давайте извинимся. Простите. Я тут же отвернулась от мальчиков и опустила голову. Какая хорошая девочка. Перестань. Ну что, я хочу, чтобы она была злюка. И я продолжала молчать и послушно слушала учителя. Где портал, вы уже знаете. Встретимся у входа на факультет. Геральт еще раз бросил взгляд в окно и поспешно вышел из кабинета. Встретимся там. Мими быстро собрала вещи и выскочила следом. Ох, так не люблю туда спускаться. Лара, детка, заткнись. Эй, Энди, скажи ему. Ходи. Демон всплеснул руками и рассмеялся. Она меня просто раздражает. Что я могу поделать? Извиниться, например. Прости, Лара. Демоны, я не знаю, что такие... Злые и честные. Три точки. Адди и Сэмми направились к выходу. Идешь, Кайли? Я обернулась Кэнди. Будет лучше, если Кайли полетит со мной. Адди и Сэмми подошли ко мне и каждый из них взял меня под руку. Не боись. Мы не дадим ее в обиду. Они вывели меня из класса, а потом из школы. Ну да, с ними будет как-то повеселее. Мы спустились по лестницам и пошли вдоль скалистых камней. Как меня раздражают эти непризнанные. Не стоит обращать на них внимания. Это же простые людишки. Что с них взять? Вообще-то я все слышу. Ах, точно. Постоянно забываю, что ты тоже непризнанная. Только ты необычная непризнанная. Твоя мама... Я знаю, кто моя мама. Не нужно мне постоянно о ней напоминать. Я не видела ее с глубокого детства. И даже после смерти мне не дают возможность увидеть ее. Она Серафим. Ты представляешь, какая это честь. Гордость. Какой вы там толк? Мы подошли к краю. О, с моей глубни вольно сорвалось ругательство. Я закрыла рот и отвернулась. Ади и Сэмми расхохотались и дали друг другу пять, не переставая хихикать. Мы же говорили, что будет интересно. Мы будем прыгать туда? А как же? Ну что, кто первый? Давайте первый прыгнем. Сначала я. Ади и Сэмми посмотрели друг на друга. Их лица выражали удивление и некоторое восхищение. Ага, сразу же нам добавили славу. Не люблю смелых девушек. Может, именно поэтому мы и забываем, что ты всего лишь человек. Главное, не бойся. Уверен, ты справишься. Я сделала шаг вперед, тяжело сглотнула. Одна нога сорвалась с края и зависла над пустотой. Я вздрогнула, отскочила, попыталась унять дрожь. Нужно успокоиться. Второй раз мне не умереть. Чтобы хоть как-то справиться с волнением, я закрыла глаза. Сейчас или никогда. Я разбежалась и прыгнула. О-оу. Раскрыла крылья. Падение мгновенно замедлилось. В нос ударил запах перьев. Лицо горело от жара, что исходило из трещины в земле. Выглядело так, словно я добровольно летела с гориджей заживо. Дыра приближалась. Скалы были ребристые, где-то острые. Я нырнула головой вниз и прижала к телу крылья, чтобы не пораниться. Скорость увеличивалась, но я пыталась не думать об этом. Паника могла бы мне очень помешать. Стены горели, будто бы плавились. Угольки от порыва ветра, что я создавала своим падением, отскакивали. И прожигали то перья, то одежду. Наконец-то щель превратилась в огромное холодное и пустое пространство. Я пролетела еще немного и, наконец, увидела массивные двери. Ну да, мы ж первый раз туда летим одни. Приземление было тяжелым. Я снова ободрала себе колени и руки. Пару минут приходила в себя, пока кто-то не помог подняться. Вроде не кричишь от воли, значит, ничего не сломала. Спасибо за заботу. У входа уже толпились прибывшие ученики, во главе стоял грозный Геральт. Следуйте за мной, не отставайте. Гигантские ворота сгулом утворились и начали медленно открываться. Геральт провел нас узкими холодными коридорами. Потом по витиеватым лестницам, без перила, в итоге привел в библиотеку. У сотни стеллажей, уходивших десятки метров вверх, кружилась голова. Голова? Это главная библиотека ада. Здесь находятся первые книги, созданные в нашем мире. Какая красота. Геральт прошелся вдоль ряда с книгами, касаясь каждого корешка и внимательно читая название. Его рука резко замерла, когда он нашел то, что искал. Ангел вытащил книгу, раскрыл ее и пролистал до нужной страницы. Что ж, мы собрались здесь, чтобы больше узнать о Мальбонте, верно? Многие описывают его как чудовище с огромными рогами, копытами и маленькими ангельскими крыльями. То есть это что-то помесь, что ли? Взгляд у него может быть показаться добрым. Но на самом деле он скрывает в себе непомерную злобу. Демон Винчеста написал о нем несколько заметок и привел примерное изображение. Геральт повернул к нам книгу, чтобы мы могли взглянуть. Ого! Ну хорошо. Итак, Мальбонте, кто он и откуда взялся? Все вы знаете о главном запрете. Ангелу нельзя сношаться с демоном и наоборот. Прошло много времени, прежде чем кончилась война между двумя сторонами. Может быть это реб... ну типа ребенок демона и ангела? Ангела и демона начали общаться теснее, и то, что случилось позже, было неизбежно. Только никто не знал, чем это обернется. У ангела и демона родился ребенок, но этот ребенок отличался от остальных. День его рождения был словно проклят, с неба посыпались мертвые чайки. Такие ведь ходят слухи. Он сказал это с какой-то одноигранной издевкой. И имя ему дали необычное Мальбонте, что переводится как добро-зло. Две ипостаси в одном существе. Сила, что в нем крылась, могла уничтожить миры. Еще в раннем возрасте он был одержим идеей войны между адом и раем. Ого. И ему казалось, что ад незаслуженно считает второсортом. А ведь он должен быть во главе правления. Чем дальше говорил Геральт, тем громче шептались ученики. Вскоре его стали перебивать. Я слышала, что он убил своих родителей и половину ангелов прямо на Рождество, в качестве подарки... подарка Шепфа. А мне говорили, что он потерялся в лабиринте сада Адама и Евы и настолько сошел с ума, что перестал понимать, где реальность, а где вымысел. И даже Шепфа пришлось вмешаться. Я слышала, он убил Мальбонте. Но Мальбонте не виноват, что родился таким. Он не заслуживает смерти. Я бы посмотрела, чтобы ты сказала, схвати он тебя за горло. Но он не просил рождаться таким. Позиция всех ущербных. Неудивительно, почему ты его защищаешь. Демоны стали подначивать меня и смеяться над моей наивностью. Хайли права, Шепфа не мог убить свое создание. Ну, кому-то же нужно было это сделать. Его могли закрыть темницы. Это было бы более гуманно. Какая темница? Ты слышала учителя? Он мог уничтожать миры. Пойти промолчать, пойти на компромисс. Я бы пошла на компромисс, наверное. Я думаю, Шепф охватил отвердости и сил заточить Мальбонте в такую темницу, из которой никогда не выбраться. Сэмми тепло улыбнулся. Молодец. Но споры начались с новой силы. Геральт поднял руку, призывая к молчанию. Вокруг этого существа ходит много легенд, но все они ложны. Еще одна волна возбужденного обсуждения прошлась по рядам. Геральт закрыл книгу с демонстративно громким хлопком. Все умолкли. Мальбонта не существовало. А запрет? Запрет наложили не просто так. Но это не связано с чудовищами. Дети, рожденные от союза ангела и демона, умирали спустя три часа. Каждая смерть разрушала равновесие небес и ада. Делала нас слабее. Все молчали. Такая, правда, слишком скучная для вас, верно? Куда интереснее разводить слухи и поднимать панику? Я не слышала, чтобы особо антры прежде выбирались из грота. Как вы это объясните? Какая хитрая. И Геральт хотел было что-то ответить, но замешкался, и ученики заговорили наперебой. В ожидании момента, когда ожесточенные споры подойдут к концу, я стала рассматривать библиотеку. Пахло сыростью и полузгнившими книгами, но этот запах не казался отталкивающим. Так пахнет история. И поодаль я заметила Люцифера. Понятное дело. Три точки. Он не был на занятии и пришел сюда вычитать. Эй, Мими. Да? Почему Люцифер не с нами? О, он учится на более продвинутом уровне. Нам до него еще далеко. Мими задержала на нем долгий взгляд, затем резко отвернулась. Видимо, не я одна заметила Люцифера, потому что сзади послышался голос Лоры. Бедный Люцифер. Почему это он бедный? Как будто ты не слышала о его отношениях с отцом. Ну, то есть с сатаной. Он сущий дьявол. Она тут же умолкла, испугавшись смелости своих слов, но не удержалась и продолжила. Ужасно к нему строк. Избивает, наказывает изнурительными тренировками, сложными даже для рожденных демонов. В их разговор вмешался Ади. На его лице нарисовалась наглая улыбка. То же самое можно сказать и Адина. Неудивительно, почему они так соперничают. Я повернулась к Мими. Какие же здесь все сплетники. А ты что думала? Вы же созданы по нашему образу и подобию. Я мысленно посочувствовала Люциферу и подошла к нему. Может, не надо было это делать? Привет. Он скинул голову, некоторое время смотрел на меня, потом опустил взгляд и продолжил читать. Какой же он? Повторить. Я бы повторила, наверное. Я здесь впервые, а тут так странно, темно. Ты живешь здесь или в школе наверху? Он с раздраженным вздохом отложил книгу. Чего тебе? Чего ты лезешь ко мне? Лезу? Теперь даже поговорить нельзя? Некоторое время он молчал, смотрел на меня, потом поменял позу на более расслабленную. Самодовольно улыбнулся. И о чем со мной хочет поговорить непризнанное? Последнее слово он сказал с нескрываемым пренебрежением. А ваша из Дина непризни. Он поправил рубашку, выдавая беспокойство и повернул голову, как бы изучая меня. О какой непризни идет речь? Я же видела, какие искры летели между вами во дворе. Неужели? А какая тебе разница? Позволю знать. Стало-то интересно, вот... Ведь это даже забавно. Забавно? Вы ненавидите друг друга, потому что похожи и понимаете это. Бред. Ты слишком много на себя берешь. Забываешь, с кем говоришь. Он схватил... Оу. Он схватил первую попавшуюся книгу и уткнулся в нее, притворяясь, что читает. Не поднимая головы, он спросил. Ты все еще здесь? Ну и пожалуйста. Я не ответила и вернулась к остальным. Ну, хоть не однозначно, а то я думала, сейчас будет какой-нибудь там... Наверное, про отца, если бы мы заговорили, он бы нас вообще послал. Сказал, какое тебе дело, что ты лезешь в мои отношения с отцом. Хотя, может быть, нам... Да вряд ли бы он нам открылся. Геральт не заметил, что я выучалась и увлеченно рассказывал о каких-то редких книгах. У него голос был размерен и спокойный. С каждой минуты он будто бы звучал все дальше и дальше. Перед глазами поплыли книжные полки. Закружилась голова. Коленки задрожали и подогнулись. Эй, что с тобой? Я оперлась на плечо Мими, едва не потеряв сознание. Стало нечем дышать. Не знаю. Я глубоко задышала и спустя несколько минут головокружение прошло. Да как? В норме вроде. Мими выглядела испуганной. На этом все. Геральт открыл дверь в библиотеке и отошел в сторону, пропуская учеников вперед. Мы снова спустились по витиеватым старинным лестницам и вышли в холл. Нам нужно, наверное, лететь наверх? Как только мы там оказались, Геральт столбенел. Подбежал к главной статуе, что-то величественно возвышалось в центре холла. Да ладно, опять что-то. Кто это сделал? Он прокричал это злобно, и даже голос его изменился. Встал ниже и звучал, будто бы из подвала. В чем дело? Все обошли статую. Одна ее часть олицетворяла ангела, другая демона. Как символ гармонии, единства ада и рая. Я слышала, что такая же статуя находилась в школе ангелов и демонов. Однако, над этой кто-то ужасно поиздевался. Лицо демона и его крылья были уничтожены, и часть разрушенных камней в беспорядке лежала по всему холлу. Ух, что же это? Демоны стали кричать и возмущаться. Вот что бывает, когда сюда спускают ангелов. Действительно ли это сделал кто-то из ангелов? Мне кажется, что, ну, вряд ли это глупо как-то. Ангелы бы так не поступили. Может, демоны специально хотели настроить всех против них? Согласен, это не похоже на ангелов. По-твоему, только демоны разрушают. Второй вы не лучше нас. Тишина! Геральт махнул кому-то рукой. К нему подошли несколько демонов факультета, и между ними завязался оживленный спор. Когда они договорили, Геральт обратился ко всем нам. Отправляйтесь обратно в школу. Здесь вам больше нечего делать. Статуя взбудоражила всех едва ли не больше мертвых чаек. Присходит какая-то чертовщина, и мне это не нравится. Чувствую, год будет веселым. Сами бросил на него недовольный взгляд. Нет, совсем не смешно. Мы снова посмотрели на полуразрушенную статую. Не смешно. Действительно. После случившегося я чувствовала некоторое беспокойство. Чтобы хоть как-то унять нервы, я вышла прогуляться во двор и столкнулась с Дино. Тоже чувствуешь себя не в своей тарелке? Да, немного. Это все так странно. Дино сложил руки за спиной и выглядел напряженным. Он стоял прямо и держался, словно солдат перед командиром. Он кивнул в сторону сада. Пойдем туда гулять? Может, прогуляемся? Сада Дамы и Евы? Ты же говорил... Ох нет, мы не будем заходить в лабиринт. Хорошо. А, то есть мы вообще без каких-либо кристаллов согласились? Ладно. Мы прошлись вдоль лабиринта и остановились возле статуи ангела и демона. Такой же, какой уничтожили сегодня на факультете ада. Зачем кому-то понадобилось разрушать статую? Кто-то хочет накалить отношения между ангелами и демонами. Но кому это нужно? Это моя догадка. Кто знает, что вообще происходит? Дина сел на скамейку и посмотрел на каменное лицо полуангела-полудемона. Я присела рядом. Много лет я прихожу к статую равновесия, чтобы помолиться Шепфа, но никогда не слышал его голос. Как вероятно? И он мой. Дина чуть-чуть помолчала и обернулась ко мне. Каково это молиться Богу там на земле, когда твои мольбы еще сложнее услышать? Может, смысл молитвы не в том, чтобы услышать ответ, а в том, чтобы получить надежду и просветление, а затем найти решение самому? Дина улыбнулся, посмотрел на меня открыто и очень по-доброму. Возможно, ты права. Он о чем-то задумался и вдруг нахмурился и погрустнел. Прости за ту сцену, что была во дворе с Люцифером. Все нормально. Но что происходит между вами? Дина пожал плечами. Здесь много талантливых и сильных ангелов и демонов, и все они хотят пробиться наверх. Власть, она притягивает всех, словно магнит. Мы с Люцифером считаемся лучшими учениками школы, что автоматически делает нас соперниками. Но для Люцифера, наверное, унизительно соперничать с сыном простого учителя. Мне приходится бороться за свое место, за каждую искру моих способностей. Может, именно это и раздражает его во мне. Он считает меня выскочкой. Дина снова улыбнулся, но без злобы и обиды. Он взял меня за руку, осторожно, едва касаясь. Спасибо за разговор. Думаю, нам стоит вернуться. Мы слишком долго наедине. Могут хватиться. Многие остаются наедине. За этим не слишком-то и следят. И все же... Ну вот, так всегда нам обломали все. Мы встали со скамейки, но я споткнулась и полетела на статую. О-оу. М? Дина протянул руки и заключил меня в объятия. Спасает падение. О-оу. Три точки. Мы замерли так на несколько секунд. Я посмотрела ему в глаза и словно утонула в них. Сколько? Тридцать один... Тридцать один, ребята, кристалл, чтобы его поцеловать. Ну, давайте поцелуем. Нас как раз осталось немного. Его губы были такими манящими, такими мужественными, что я не удержалась. Всего секундный порыв, и вот я встала на носочки, прижалась к нему и чмокнула его в губы. Три точки. По-моему, он не понял нашего намека. Он будто одеревенел, не двигался и даже задержал дыхание. Тогда я снова коснулась его губ, облизала их, вкусила нижние и потянула на себя. Его руки обвели меня крепче. Кайли? Дина повторил мои движения, и мы стали целоваться медленно и чувственно, изучая друг друга. О, наши отношения. Мне так нравится эта фраза. Ваши отношения улучшились. Да, все, просто поцеловались. Просто улучшились. Ангел приподнял меня, менял местоположение и прижал к чему-то холодному и твердому. Обверся на это одной рукой, затем вдруг почувствовав, что-то резко отпрянул. Он смотрел на нашу опору и взгляд у него был удивленно болезненный. Три точки. Я обернулась. Статуя равновесия словно бы выглядела на нас с суждением, напоминая собой, как важно сохранять единство двух сторон, не переходя границу. Что мы делаем? Это строго запрещено. Но другие... Я не такой, как другие. Дина сказала резко, беспрекословно, как отрезал. Это запрещено, Кайли. Он словно разозрился, но на себя. И его глаза беспокойно бегали от одного угла в другой, будто он искал какое-то решение. Ты моя темная сторона, Кайли. Что мне с ней делать? На этот раз он посмотрел на меня, и в глазах его была едва ли не мольба. Я... Забудь все, что здесь было. Он развернулся, давая понять, что разговор окончен. Почему темная? Мы хотим выбрать путь ангела. Он как бы ангел, как бы... В чем проблема? Я молча обошла его и вышла из сада. Я шла в комнату, когда снова почувствовала головопружение. О, стены начали плыть. Пол сотрясался, не давал ступить ни шагу. Впереди замаячили две тени, но я уже не могла ничего разглядеть. А в следующую секунду... О, нет. Упала в обморок. Эй, детка. Надо мной склонилась женщина, погладила меня по щеке. Как ты себя чувствуешь? Что произошло? Ты упала в обморок, моя дорогая. Почему? Разве это возможно? Ангелы и демоны тоже могут заболеть. Только эти вирусы другие, не такие, как на земле. Но болеют довольно редко. Так у меня вирус? Нет, не волнуйся. Тогда в чем дело? Я села, сосредоточенно потерла виски, оглядываясь по сторонам. Такое часто бывает у непризнанных. Переживать нет повода. Все дело в непринятии своей смерти. Я замерла, посмотрела на нее. О чем вы? Ты не можешь принять тот факт, что умерла. Что-то тебя гложет и тянет на землю. От этого ты и упала в обморок. Она достала из кармана пузырек с голубым порошком. И этот отвар каждый вечер, чтобы заглушить тоску по прошлому и стереть воспоминания о смерти. Не думаю, что... Она положила руку на мое плечо и внимательно посмотрела в глаза. Поверь, ангелочек. Это необходимо, если... Не хочешь, чтобы у тебя появились неприятности. Рано или поздно об этом узнают и поставят вопрос о твоем исключении, понимаешь? Ты должна спускаться на землю не как человек, но как существо высшее. Она вложила мне в руку лекарство. Ладно, я не думаю, что мы будем его пить, скорее всего. Мы же должны узнать, что стало причиной смерти. Мими проведет тебя до комнаты. Тебе лучше отдохнуть. Она упорхнула к другому пациенту и заговорила с ним ровно таким же слащавым голоском. Слишком детским для ее возраста. Ко мне подошла Мими. Все это время она стояла за ширмой, поэтому я ее прежде не заметила. Ну, ты даешь, конечно. Она оглядела меня с недоверием, будто я скрыла от нее какую-то тайну. Пойдем? Прости за беспокойство. Поверь, ты моя самая беспроблемная соседка. Даже интересно, сколько они уже там учатся. Я упала на кровать лицом в подушку и застонала. Как можно было так быстро отказаться от своей жизни? Этому тебе и дали отвар. Но я не знаю, хочу ли я его пить. Мими села у моих ног и сжала одну из них. Но ты должна его выпить. Тебя же предупредили. Голова снова закружилась, и я застонала и закрыла глаза. Сейчас сделаю тебе чай. Поверь, такого на земле не делают. Спасибо. Мими стала греметь кружками и параллельно о чем-то болтала. Я вдруг поняла, что совсем ее не знаю. Мими, расскажи о себе. Что именно тебя интересует? Твоя семья, давайте спросим, кто у нее. Расскажи о ней. С родителями я сейчас редко вижусь. В детстве они проводили со мной много времени. Я спускалась на землю вместе с ними. Была свидетельницей многих исторических событий. Видела, как мама нашептывала что-то Гитлеру. Как разрушаются и восстанавливаются города. Но потом мой отец пообздорил с другим демоном и в этом сборе проиграл. Его заточили в тюрьму на долгое время. Отец вышел, но ему больше не давали столько власти. Меня отправили в школу, чтобы я добилась чего-то большего. И не видела трудностей, с которыми они встречаются. Все как у людей. Я чуть помолчала, Мими ничего не говорила. Мне казалось, школа ангелов и демонов обязательно для всех. Нет, ты можешь не ходить в школу. Но ты не добьешься никакого развития и навсегда останешься низшим демоном, который будет прислуживать остальным. Действительно, ничего нового. Меня интересует твое хобби. У тебя есть какие-то увлечения? Увлечения? Мими вдруг покраснела. Нервно улыбнулась. Ох, даже не знаю, что рассказать. Что-то мне так не кажется. Но я слушаю. И когда мне дают много времени на задания и отправляют на землю одну, я, бывает, захожу в театр. Смотрю на спектакли, как актеры разыгрывают сценки перед зрителями. Я вижу, как с каждым столетием сценарий игра актеров становится лучше. Это правда здорово. А ты бы хотела стать актрисой? Актрисы? Мими снова покраснела. Это не наша задача. Это дела людей. Но ты бы хотела. Возможно. Но мне кажется, это быстро бы надоело. Все-таки это так мелочно на фоне наших занятий. Она улыбнулась, поменяла позу и выражение лица. Передо мной снова сидела та уверенная соблазнительница, какую я знала. Она бы стала хорошей актрисой. Меня интересует как-то мой чай. Почти готов. Она сделала еще пару движений над чаем и передала мне горячую кружку. Попробуй. Я сделала глоток. Горький вкус сменился сладким, а затем перешел в какой-то совершенно незнакомый. Будто мой язык обрел еще рецепторы, ранее недоступные. Я же говорила. Мими села на край кровати. Как насчет того, чтобы позвать мальчиков и повеселиться? Каких мальчиков? Ади и Сэмми. Ну, даже не знаю. Уже тебе надо отвлечься. Ты же хочешь стать своей среди ангелов и демонов. Конечно, но... Тем более, они в курсе всех событий. Уверена, тебе будет интересно послушать, что они скажут. Опять сплетни? Не опять крошка, а снова. Ну, давай повеселимся. А че нет? Пусть у нас будет веселье. Ммм, отлично. Сейчас они нам, небось, придут и расскажут что-то прям феноменальное. Эх, лишь бы не запалили. Она захлопала в ладоши и выскочила из комнаты. Через несколько минут в комнату ввалились мальчики с Мими в голове. А, вот так. На землю тянет, да? Спасибо, она все рассказала. Эх. Ади прыгнул на кровати и бесцеремонно заставил меня подвинуться. Эй. Эй. Все нормально. Неудобно. Переживать не стоит. На самом деле, это серьезно, Кайли. Из школы выгоняли тех, кто не смог смириться со смертью. Мне школы так плохо? Нет. Но благодаря школе у тебя открывается очень много возможностей. Какие простым смертным не даны. Они хотят сказать, что ты будешь тупой тупийцей, если профукаешь свой шанс из-за какой-то вшивой земли. Три точки. Может, не будем о плохом? Вы пришли развеселить меня, разве нет? Мы что, клоуны? Ты так точно. Эдди кинул в Мими подушку, но она ловко увернулась. И еще и мазила. Они затеяли шуточную драку, на что Сэмми с улыбкой закатил глаза. Он наклонился поближе, явно не собираясь посвящать в это других. У каждого ангела и демона есть свои способности. Они их не распространяются. Это как козырь в рукаве, понимаешь? Когда-нибудь и ты в себе откроешь талант к чему-то. Непризнанным дается это тяжелее. К чему ты? Мой дар это сны. Они зачастую аллегоричны. Ясны, но они всегда сбываются. Так вот, несколько дней назад мне снилось, что ты стоишь у стены и пишешь имя Мальбонте. Прости, что? Он смотрел мне в глаза, испытывающие, не моргая, будто выглядывал в их отражении правду. Я отвернулась, не желая, чтобы он копался в моих воспоминаниях. Это ты написала эту надпись на стене? Нет, что за вздор! Хорошо, прости. То есть нас уже подозревают? Отлично! По телу пробежали мурашки. Почему тебе это приснилось? Я не знаю, не понимаю, что означает этот сон. Ммм... Ади и Смими устали драться и вернулись к нам. Они легли на нас с Эмми. Ай, вы тяжелые. Там есть еще одна кровать. И еще чего, чтобы своими пыльными крыльями даже не думали туда ложиться. Знаете, почему-то опять у меня всплывает воспоминания Хогвартса вторая книжка про этого... Про Василиска, про надписи на стенках. Ади приобнял меня с Эмми и Мими широко... Ади приобнял меня с Эмми и Мими широко расставив руки. Кайли, будто сто лет с тобой знакомы. Может, мы встречались с тобой там на земле, только по разную сторону баррикад? Да нет, просто она своя. Я встретилась с Мию взглядом, и мы обе улыбнулись. И во мне поднялась детская чистая радость и даже гордость. Я своя. Когда мальчики ушли, а Мими уже давно спала, я уставилась в окно, погружаясь в водоворот мыслей. Повертела в руках пузырек с лекарством, завороженно наблюдая, как порошок перекатывается в нем. Мне будет наплевать на то, кто меня убил. На то, кем я была на земле и что меня там ждет. От этих мыслей во мне поднялась волна негодования и даже злости. Кто-то убил меня, и я просто так оставлю, тогда, когда у меня столько возможностей, но уж нет. Я подошла к окну и с размаху выбросила лекарства. Некоторое время наблюдала за тем, как пузырек исчезает во тьме, а затем вернулась в кровать. Я узнаю, кто меня убил, чего бы это ни стоило. Ночью мне плохо спалось, и я вышла чуть раньше обычного. По дворе еще никого не было, и в коридоре ни души. Небо было чисто, и ни одного порхающего ангела или демона. Я расправила крылья и тряхнула ими, разминая каждую мышцу. Как хорошо. Впервые за долгое время мне хотелось побыть одной, и при этом я не чувствовала пожирающего меня одиночества. На лекции оставалось еще немного времени. Правильно, полетать, почему... А почему бы не пролететь над лабиринтом? Я решила зайти в садо Дамы и Евы, посидеть рядом со статуей равновесия, чтобы еще раз обдумать свою жизнь и свою смерть. Первым делом в глаза бросились капли крови на белых каменных крыльях. О? И я остановилась, задержав дыхание. То есть и тут уже что-то произошло? Оу. Слушайте, там что-то совсем плохое произошло. Сделала несколько шагов вперед и заметила чьи-то ноги, выглядывающие за скамейки. О? Еще несколько торопливых шагов. Боже! Я взвизнула и отпрянула, задрожав всем телом. По щекам сами собой полились слезы. Я слышала свое сердцебиение и паника понемногу овладевала моим телом. На полу лежало чье-то тело, и его положение и неподвижности сразу выдали самое ужасное. Этот кто-то мертв. Я подошла чуть ближе и заглянула в лицо. Волосы закрывали ее черты, но я все равно узнала девушку. Лора? Рядом с ней растеклась бордовая, почти черная кровь. Мурашки пробежали по коже. Я вдруг поняла, что ее убили совсем недавно. Возможно, только что. Убийца может быть здесь. Справа мелькнула тень. О? Подождите, Лору? Как-то нехорошо. О, очень даже нехорошо у нас закончилась четвертая серия. Давайте посмотрим, что будет в пятой. Какой-то прям ужас, ребят. Какой-то настоящий кошмар здесь происходит. Блин, ну история-то затягивает. Ну, не думала я, что она так затянет. Прям очень хочется все больше и больше изучать, что будет дальше. И я думаю, что вам тоже становится все интереснее и интереснее, как пойдет история у меня. Потому что я понимаю, что у всех она наверняка идет по-разному. Учитывая, что здесь есть разные варианты. Тут даже больше, чем в некоторых вариантах. Два, три, четыре момента. Значит, серия пятая. Какое отношение имеет зеркало к убийству Лоры? И что такое моральный выбор? А вот это мы все узнаем, друзья мои, в следующей серии. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующая серия вышла как можно скорее, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.